Время начинать про Ленина рассказ. Какая у вас красивая сигара. Суховато. У тебя есть хумидор, где ты их мочишь? Увы, нет. Поэтому суховато. Я помню, когда-то в журнале Ровесник была статья про Арнольда. Там было написано, что он курит дорогие кубинские контрабандные сигары, аж по двадцать долларов за штуку. По-моему. А у нас теперь по сорокету продают, и что-то никто не жужжит. Ну да. В магазине не для миллионеров. Ну, нет. Ну, кубинские-то, в общем, как бы не так просто их найти. Специальное время нужно выделять для поиска, скажем так. Интернет приходит на помощь, нет? Специально обученные люди. Я интернетом мало пользуюсь. Там бывает хорошо. Масса полезных вещей. С доставкой. Например, наши ролики. Про немецкую музыку хочется поговорить. Сегодня я ее очень люблю. Очень давно слушаю. Так же, как и ты, наверное. Про таинственное направление под названием краут-рок. Краут-рок. Да. Что такое краут-рок мы уже говорили. Ну, на всякий случай для тех, кто не слышал. Краут. Капуста. Начинается на К. К-Р-А-У-Т. Краут. Не крауд как толпа по-английски. Краут как капуста. Это немцев так обзывают англоговорящие крауты. Да. Но краут-рок это не вся немецкая музыка. Это совершенно отдельное все-таки направление. Потому, что мы начинали с тобой слушать немецкую музыку понятно с какой группы, как и большинство людей нашего возраста. Наверное. С группы Pudis. Конечно. Которая не имеет никакого отношения к краут-року. А так же немецкие группы типа Scorpions, типа Хэллоуин и прочее. Это никакой не краут-рок и никакая не немецкая музыка вообще. Это чисто англо-американский рок. Ну, я краешком зацепил. Когда проживал в Германии, я тебе рассказывал, там показывали три канала ФРГ. Их нельзя было глушить. Телевизор нельзя глушить. Расстояние маленькое, поэтому видно было. Там была группа Крафтверк с песней Верзен де Роботер. Резко отличалась от всего остального. Было очень интересно. В Советском Союзе, я помню, показывали в какой-то новостной передаче концерт группы Крафтверк. Кусочек микроскопический концерта Крафтверк. И выдавали это за упадок абсолютной западной рок-музыки. Смотрите, как роботы на сцене уже дошли до того, что не люди, а роботы на сцене. Значит, издают какие-то звуки. Полная деградация. Но чем отличается у нас краут-рок от рока? Чем? Чем? Электронщина? Не обязательно электронщина. У меня, как всегда, свое собственное представление обо всем на свете, за что меня ругают массово. Уважаемые участили. Кушать не могут. Кушать не могут. Опять рыбина понесло куда-то. Чушь какую-то несет. По моим убогим представлениям краут-рок немецкий. Что там такое? Что такое в краут-роке? Отцы-основатели к чему стремились? Отцы-основатели стремились к тому, чтобы играть рок-музыку. Поскольку любили и слушали и американские группы, и английские группы. Играть рок-музыку так, чтобы она была не похожа на англо-американский рок. В отличие от групп Скорпионс, Пудис и прочих Хэллоуин. Которые... Вчистую просто шарашат американскую музыку. И вот удивительная вышла штука, что они добились все-таки того, что краут-рок не похож на англо-американский рок. Но корни краут-рока, на мой взгляд, лежат такие в Америке. Все-таки, а именно в творчестве композитора американского Терри Райли. Даже не слышал про такого. Терри Райли. Академический совершенно музыкант с образованием. Музыкальный колледж, консерватория, преподавание в Беркли. И самый, наверное, знаковый такой авангардист, самый знаковый исследователь музыкальных пространств 20-го века. Я извините, я перебью. Открыл совершенно новые течения. Пожалуйста, перебивай. Да. Для юных поколений. His legendary. Альбом 1969 года. A rainbow in curved air. Радуга. В изогнутом небе. По всей видимости. Вдохновила Майка Олдфилда на tubular bells. Да. Хорошие читания. Кто не слышал. Послушайте. As featured in Grand Theft Auto IV on the in-game radio station The Journey. То есть, для тех, кто не понимает Grand Theft Auto, там все играли. Все в курсе. Да. Ну, вот на самом деле Терри Райли это действительно отец не только крауд-рока, а отец вообще и эмбиента, и всей практически электронной музыки современной. Хотя электронных вещей он достаточно немного писал. Он больше работал с оркестрами. Приезжал в нашу страну пару раз. Давал здесь концерты. Но до нашей страны он много чего сделал. Он еще в 50-е годы использовал петли. Это, собственно говоря, его изобретение на магнитофоне. Он еще до Beatles даже. До Маккартни. Так называемый loop. Так называемый loop, да. Он делал эти петли. И занимался этими петлями именно с оркестрами. С симфоническими, с квартетами, с небольшими составами. И писал такую симфоническую музыку, используя вот эти самые петли. Это, опять-таки, для тех, кто не понимает. Это сейчас в редакторе можно взять кусочек и его бесконечно вставлять. Раньше надо было записать на магнитофонную пленку. После этого ее склеить в кольцо. Чтобы это кольцо по кругу гоняло. В те времена, когда Эл Эс Пресли пел, рок-н-роллы и прочие бесчинства устраивали. Этот человек уже занимался такими сложными новаторскими весьма конструкциями. Также я вычитал про него интересную вещь. Как он устраивал так называемые все ночные концерты. Он играл многочасовые представления. Играл на физгармонии. Подключал к ней пылесос. Чтобы не качать воздух педалями ногами. Играл на саксофоне и на физгармонии одновременно. Это продолжалось несколько часов. И люди приходили со спальными мешками. Туда с разными подушками. Ценители. Да. Меломаны валялись. Слушали игру Райли. Игра Райли была весьма специфичной. Несмотря на то, что он был действительно мега образованным музыкантом. И мог играть любые конструкции музыкальные. И средневековые. И какие угодно. Он шел в свою сторону. И пришел к удивительной пластинке. Которая дала начало, как мне кажется. Как мне кажется. Наверное. На всей этой истории, о которой мы будем сегодня говорить. Эта пластинка называется инси. То есть. Си. В смысле. Се. В смысле до. А если уж совсем расшифровывать, то до мажор. Си. В смысле. Это произведение я впервые услышал много лет назад. Когда был еще юн. И глуп и открыт всяческими новациями. Я услышал его в Москве в исполнении оркестра Алексея Айги. И меня привел туда мой хороший друг Саша Лепницкий. Куда привел? Туда. В Дом художников. Там Леша Айги еще малоизвестный на тот момент времени музыкант. Это сейчас он уже звезда и масса фильмов озвучена Леша Айги. Масса пластинок вышла у него. Сидит его ансамбль на сцене. Духовые, фортепиано, Леша со скрипкой. Сейчас мы исполним произведение Терри Райли под названием В до. И начинается следующая история. За Райлем сидит девушка. И начинает играть ноту до. Играет примерно минуты полторы. Мы все сидим слушаем. Что будет дальше? А дальше начинают вступать инструменты по очереди. Играет что-то совершенно непонятное. Совершенно непонятное вообще. Какая-то музыка. Ее даже не определить, что это такое звучит. И все это продолжается минут 15. И это так завораживает. При этом непонятно, что это джаз, это классика. Что это такое вообще? Совершенно не джазовые какие-то конструкции. Хотя джазовый оркестр сидит. И потом все постепенно угасают. Остается одна эта девушка с нотой до. Играет еще минуту. Потом произведение заканчивается. Что это такое? Это Терри Райли когда куда-то ехал в автобусе на какую-то очередную лекцию свою или на концерт. Ему пришла в голову идея данного произведения, которая стала классикой. Покажи еще раз. Пластиночку. Это удивительный альбом. Совершенно. Всем его рекомендую иметь в коллекциях. Потому, что это действительно музыка, которой больше нет. В том смысле, что она есть, но ничего похожего нет в природе. Это потрясающее произведение. Количество музыкантов произвольное. Здесь от 5 до 25 может быть. И задается нота до. Каждому из музыкантов розданы ноты. Ноты следующие – это короткие фразы в тональности до мажор. Короткие мелодические фразы из 4-5 нот. Разные. Все разные. И все последовательно включаются и играют одну и ту же фразу. Каждой свою. Все фразы разные. Но все эти фразы повторяются. И они последовательно подключаются к этой истории. И в результате получается невероятно завораживающее какое-то переливающееся такое полотно. Причем оно гармонично, мелодично. Потому, что в до мажоре все строго. Никакой фальши нигде нет. И это что-то невероятное. Если говорить о космической музыке какой-то потусторонней, психоделической. Это вообще... Кроет все. Просто кроет все. Такой джокер. Бац. И все. Дальше ехать некуда. И эта штука потрясла всех тех музыкантов, кто ее услышал. Слышали ее много. Потому, что Райли давал много концертов. В том числе и в нашей стране. Он приезжал, тоже играл. И крауд-рок. Как мне кажется. Вторая пластинка электрическая. Первая это академический состав. Вторая пластинка это электронная штука. С синтезатором. С перкуссией. Со всеми делами. Тоже такая минималистическая. Вот тот самый минимализм. Который на поверку оказывается глубже, чем максимализм. Чем вот эти все... Потому, что когда вот это все начинается... Это все безумно интересно. Но в большинстве случаев получается, что все это очень узко. И все это одно и то же. Одну группу слушаешь. Другую. Третью. Четвертую. Четвертую. Пятую. Все безумно красиво. Безумно интересно. Безумно... Цепляет за душу. Рвет. Но по большому счету все одинаково. Моя любимая шутка. Они как воробьи. Видел одного. Считай, что видел всех. Абсолютно правильно. Слышал Led Zeppelin. Считай, что слышал весь хородрог уже. Ну, это правда. Что тут греха таить. Вот. И немецкие музыканты почему-то свернули в эту сторону минималистическую. С повторением вот этих фраз. Собственно. И секвенсоры пошли в использование. Что это такое? Это тоже повторение. Вот эти самые арпеджираторы и прочее. Тоже вот такие циклические, цикличные вещи. Которые завораживают, завораживают. Сверху накладываются какие-то другие структуры. Там третьи, четвертые, пятые. Но вот это цикличное повторение мелодических фраз. Оно оттуда, из Америки, из американского композитора Терри Райли, мне кажется, и пошло. Но это мое мнение. Я никому не навязываю. Послушайте НС, послушайте Рейнбоу, вот этот его альбом второй. И сделайте выводы. Надеюсь, что они совпадут с моими. И на кого же он воздействовал? Ну, воздействовал он практически на всех. Начиная с группы, которую знают все. Абсолютно. Под названием Tangerine Dream. Хотя бы название знают все. Альфа Центавра. Центавр. Кто не в курсе, это Кентавр. Да. Очень хорошая, конечно, команда. Хотя рок-группу ее назвать сложно. Ибо... Квадро стерео моно С-2. Космик. Ибо это не рок-н-роу. Ну, что такое Tangerine Dream. Рассказывать смешно. Все, наверное, знают. Все-таки это электронная музыка. Не похожая, на самом деле, ни на кого больше. И по мотивам Терри Райля тоже, собственно, идущая. Терри Райля. Хотя начинали они как обыкновенный такой коллектив с уклоном в американскую психоделию. И играли что-то похожее на музыку Greatful Dead. Моей любимой группы, которую я не приносил еще ни разу. Но она дала такие ростки во все стороны. Включая Tangerine Dream. Которые тоже выросли на музыке Greatful Dead. На импровизациях многочасовых. Совершенно свободных. В сторону джаза с уходами. В сторону космического рока. В сторону еще чего-то. Совершенно не похожего. Индийской музыки. Ближневосточной, дальневосточной. Этнической. Всякой африканской. Какой угодно. Все до чего дотянулись. Все до чего дотянулись, да. Но потом вдруг услышали, как звучат синтезаторы. И поняли, что вот оно. Играл в этой группе на первом альбоме. Которого у меня нет. Это третья пластинка Альфа Центавра. Вторая. Там написано, что вторая. Третья. Обратимся к Марксу. Вот наклеечка. Second. Студия. Значит, я перепутал. Первая Electronic Meditation. Так. Пластинка. А, это вторая. Третья Адем. Называется. После Альфа Центавра вышла. Играл на барабанах на первом альбоме Клаус Шульц. Всем известный электронщик. Который на самом деле барабанщик. Он играл на Electronic Meditation. С которой у меня нет. Но она достаточно... Не знаю. Мне она не интересна. Она весьма хаотичная. Хотя Альфа Центавра тоже хаотичная пластинка. Но она более структурированная. Она более музыкальная. А Electronic Meditation там совсем люди распряглись. Клаус Шульц на барабанах. Клаус Шульц тоже был потрясен звуком синтезаторов. И записав первый альбом, ушел в свободное плавание. И тоже стал играть на синтезаторах. А чем они так всех вштырили? Новое звучание совершенно было. Совершенно новое музыкальное пространство. Не использованное до этого практически никем. Но за исключением такого утилитарного использования синтезаторов. Когда синтезаторы использовались в традиционных структурах. Как Moody Blues группа. Как Beatles. Они использовали электронные инструменты. Но совершенно традиционно. Не раскрывали все возможности синтетического звука. А помнишь появился такой Moog синтезатор. Moog это оказывается фамилия. А этот чем славен был? Звуками своими. Еще новее. Ну, Moog у нас звучит в песне Джулай Мунин. И Рай Ахип. Манфред Мэн. На нем играет. Мне причем в комментариях написали, что вы сказали какую-то чушь про Манфреда Мэна. Ну, как обычно. Я не знаю какую чушь мы сказали про этого парня из Южноафриканской республики. Возможно, я чушь сказал, когда про Боба Гиллона говорил, не перепутав его с этим. С Брюсом Спрингсоном. У Диллона тоже есть пара песен у Манфреда Мэна. В основном, конечно, Спрингсин преобладает. Просто специфическое звучание у синтезатора Moog. А сейчас? Еще дальше шагнуло? Нет? Сейчас шагнуло дальше, но... Ты знаешь... Шагнулось-то дальше, но... Я слышу пластинки 2021 года, где музыканты играют на современных инструментах с использованием компьютеров, с использованием программ, с использованием виртуальных разных синтезаторов. И большинство из них используют тембры, которые были в 71-72 году. Того же Moog. Тех же самых разных прочих синтезаторов. Тембрально все вернулось к этому. Хотя инструменты совершенно другие. Виртуальные компьютеры и прочее. А звук пытаются сделать вот такой, как был. Потому, что он лучше. Он интереснее. В общем, Альфа Центавра интересная пластинка. Но... Тоже такая она. Как-то совсем такой. Космос-космос-космос. И не очень в сторону... Не очень в сторону... Не то чтобы потребителя, но... Я, например, не помню ничего из нее. Я ее слушаю каждый раз, как в первый раз. Альбом. И два шедевра совершенно. Зейт. Пластинка. Это, я так понимаю, время. Зейт. Цайт. Цайт. Ну, понимаете. Да. Вот такая таинственная штука. Затмение. Это, видимо, солнце. С протуберанцами. Двойной альбом из четырех частей. Состоящий. Очень плавный. Очень... Такой... С погружением абсолютно. То есть, как первые пять секунд слушаешь. Так и последние пять секунд. Так из него и вылезаешь. И, конечно, никакой Pink Floyd рядом не стоял. Потому, что если хотите космическую музыку... Вот она, космическая музыка. На самом деле. И здесь вот уже секвенции пошли. Эти самые секвенсоры. В смысле... С повторяющимися музыкальными фразами. Когда накатывает... Накатывает волна низкого звука. Сначала первой стороны. Она накатывает сначала одной нотой. Потом фраза из четырех нот начинается. Повторяющаяся. Потом она затухает. Потом уходит в какие-то такие пространства. Совсем вроде бы на одной ноте. Все висит в одном аккорде. И так и висит. И так и висит. 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 Но безумно интересно. Не скучно. Абсолютно. Это, кстати, непонятно кто. Это какая-нибудь Европа. Ио. Это какие-нибудь спутники. Сатурна. Юпитер. Ну, это в их представлении и космос. Хотя космос... Меня всегда, так сказать, удивляло это понятие космической музыки. Хотя, когда слушаешь Tangerine Dream... Кажется, космос. Кажется, космос. Так же, как там и Хоквинд, например, английскую группу слушают. Космический рок. Спейс рок. Так и называется. Хотя в космосе, мне кажется, вообще абсолютная тишина. Там вообще никакой музыки быть не может. Конечно. Там нет воздуха. В космосе никто не услышит. Никакой космической музыки быть не может. Колебание воздуха отсутствует. Равно как и любого другого газа. Поэтому там полная тишина. Это как когда-то Джордж Лукас после выпуска Звездных Войн. Говорят, все конференции начинал. Дорогие друзья. Мы в курсе. Что в космосе реводвигателей не слышно. Но если будут молча пролетать, то извините, неинтересно. Я эту фразу не знал. Но я своим умом даже дошел до этого. Космической музыки не существует. Существует лишь наше представление о космической музыке. Лучше всего это сделали, конечно, Tangerine Dream. У них миллион альбомов. Просто собирать... Не посоветую ни одному меломану собирать коллекцию Tangerine Dream. Потому, что штук 60 точно у них есть. Обалдеть. Выходят до сих пор какие-то концерты. Главный же человек Эдгар Фроз покинул наш мир материальный. Но после его смерти вышло уже пять, по-моему, пластинок. Tangerine Dream с музыкой Эдгара Фроза. Которая была записана где-то когда-то. Они разного качества, на самом деле, пластинки. Потому, что состав менялся. И люди, которые стояли у истоков, создали самые лучшие записи Tangerine Dream. Они со временем покинули коллектив. Потому, что деньги всем нужны. И Tangerine Dream стали играть музыку достаточно такую... Я бы сказал попсовую. В какой-то момент времени. Восьмидесятые. Даже не восьмидесятые. Ближе к девяностым. Наверное. Такая какая-то... Она очень хорошая. Но она электронная. Все красиво. Синтезаторы. Секвенсоры. Мук. Все дела. Но она такая припопсованная. Такая фоновая. Для масс. Для масс. Играет. Что-то там в машине включил. Что это такое? Tangerine Dream. Ну, понятно. И, в общем... Это всегда печально. Да. Часть людей... А может быть и не ради денег все это было сделано. Просто каждый художник имеет право писать то, что ему хочется. Вот ему показалась Фрозу интересно. Такая музыка облегченная. Стала я играть. Кто его обвинит? Никто не обвинит. Я не обвиню. Хочет играет. Имеет право. Но наряду с этим у него полотна всяческие были космические. Там и про Японию. И про Азию. Там какие-то такие путешествия. Они ездили по всему миру. Вот он увидел Японию. Написал про Японию цикл пластинок. Наверное. А жизнь его в студии вся. Он приезжает из Японии. Садится в студию. Начинает... Выходит пластинка. Потом еще одна. Потом и так штук шестьдесят. Выходит. Про опопсение. Это как это. Знаешь. Печально. Как с едой. Примерно. Когда откроют. Я не знаю. Например. Корейский ресторан. Корейцы еду жрут. Настолько острую. Моя корейская жена мне всю жизнь готовит. И я ничего без красного перца есть не могу. Принципиально надо поперчить. Ну вот. Открыли заведение. Приходишь. Великолепно. Только пот. Махровым полотенцем утираешь. Как круто. Проходит некоторое время. И все это исчезает. Потому, что русские такое есть не могут. Мы не привычны к такому количеству перца. А значит можешь или закрываться. Потому, что никто не ходит. Или меняешь. Печально. Ну. После Зейта. Который. Цайт. Ну я Зейт. Я со времен толчка привык. Вот это неправильное произношение. Зейт. Цайт. Да. Вышла Федра. Которая на мой взгляд. Это лучшая пластинка. Тенджерин Дрим. Это по грейской мифологии что-нибудь? Ну. Вероятно да. Я не погружаюсь. Я слушаю музыку. Федра. Федра. Там все равно слов нет. Не отвлекайтесь. Они все равно ничего не поют. Непонятно. Они просто играют. Но это уже такое почти симфоническое произведение. Уже с усложненными... Даже с гармониями. Понимаешь? Здесь уже такие гармонические построения сложные. Серьезные. С раскручиванием тем. При этом все... При этом висим в минимализме. Все равно. Никуда из него не выходим. Но уже такие какие-то грандиозные... Грандиозный симфонизм начинается. Вот. Очень кайфовый альбом. Критики не любили, как всегда. Чем лучше пластинка, тем хуже. Тем хуже. Критики относятся. Но в массы пошло в полный рост. Я уже говорил, что собирать альбомы Tangerine Dream занятие не для слабонированных. Поэтому у меня пластинок мало этой группы. И нет моей любимой под названием Ricochet. По-моему... Не помню. То ли 77-й год. То ли 76-й. Концертный альбом, где Фрос играет на гитаре. Остальные играет на синтезаторах. Остальные два. И там никакого секвенсора. А Фрос просто играет гитарную фразу одну. А все остальные заполняют это пространство. Очень кайфово. Пластинка называется Ricochet. Всем рекомендую. Но что-то у меня ее нету. Не знаю. Нам на помощь приходит YouTube. Где все наверняка есть. И на виниле Tangerine Dream тоже достаточно отдельная история. Потому что, не дай бог, поцарапаешь. Если ты поцарапаешь, не дай бог, Deep Purple, то, в общем, это ничего. Это все равно. А если Tangerine Dream, там уже каждая... Ой... Потому что там все так это... Даже Pink Floyd поцарапаешь. Хрен с ним. Ничего не случится. А это нельзя. Это надо так, чтобы было. С любовью. Да. Но при этом аналоговое звучание все равно. Электронщина. Не электронщина. А звучание аналоговое. И, конечно, на пластинке лучше звучит это, чем в YouTube. Извини, YouTube. Извини. Ты наш друг. Я уже зрею к покупке проигрывателя. Давай, давай. Ты меня проконсультируешь. Я уже чемодан пластинок прикупил. Надо-надо. Потому что пластинка... Ну, во-первых, звучание аналоговое оно, конечно. Кто бы там что ни говорил про слепые прослушивания. О, лох сидит. Что-то там провинил. Чушь несет какую-то. Ну, чушь не чушь. Мне виднее в данном случае. Я в таких спорах отвечаю по-другому. Вам из погреба виднее. Ну, вам из погреба виднее. Да. Не хочу никого обижать. Ну, можно попробовать. Послушать. Просто попробовать. Тут, конечно, это серьезная проблема. А. Оборудование. Б. Помещение. Это все дорого. Тупо дорого. Ну, это все дорого. Но это бесконечная история. И она весьма коммерциализирована. Потому что, конечно, на эту тему накинулись сразу производители оборудования. Конечно. И все начали говорить, что вот все, что было до меня это все отстой. А вот мой проигрыватель, он настоящий. И он стоит 500 тысяч рублей. Купите. И вы услышите настоящее виниловое звучание. С другой стороны, тоже не врут. Постепенно, по мере появления оборудования и появления денег, что-то там скупаешь. И внезапно в музыке, которую я слушал 30 лет. Не на самых плохих аппаратах. Мать честная. А еще десять лет проходит и другое. Мать честная. Да что же это? А какой-нибудь Джимми Пейш там все это опять переделает. Пересоберет. Да, елы-палы. Красота-то какая. Отлично. Ну, это да. Просто дело в том, что такое количество аппаратуры появилось. Такое количество и проигрывателей, и усилителей. И колонок, и фонокорректоров. И каждый кричит, что это лучшее. Мое лучшее. Вот это круче, чем то. На самом деле, у меня проигрыватель 96 года производства японские. Микросейки. Это шикарная совершенно машина. Которая предназначена для винила. На самом деле. Без всяких дураков. Там люди понимали, что такое винил. Хотя это уже 90-е годы. Говорят, что 80-е лучше. Все-таки звучат. Ну, современную убожку, конечно, стоишь. И проигрыватель, он играет весь. То есть, он не то, что играет голова, играет игла. Это все играет. Но играет и стол. Играет... Он играет весь. В комплексе. В комплексе, да. Не нужно думать, что любой механизм покупаешь, ставишь хорошую голову и будет круто звучать. Не будет. Ну, лучше, чем было, наверное. Ну, нужен проигрыватель. Он играет целиком весь. Еще, что я прорекламировал. Сейчас мы всех склоним. Все мои знакомые меломаны, такие серьезные, за исключением господина Медведева, у которого там современная аппаратура, которая хвастается иногда на фотографиях различных. Да. Все мои знакомые меломаны серьезные. Коллекционеры. У всех аппаратура, купленная в комиссионных магазинах. Именно в основном японцы. В основном это 80-е и 90-е годы. А может быть такое, что они с молодости слушали такой, условно скажем, тип звука? Нет. Я говорю только о проигрывателях. Потому, что весь дальнейший тракт у всех современный. У меня в том числе. Усилитель, фонокорректор, провода, колонки. Все современное. И вот эта штука, как раз тракт дальнейший электронный, его надо брать новое. То, что выходит сейчас. А сам вертак лучше, чем... Конечно, прекрасные есть машины. Современные, безусловно. Я не буду отрицать ничего. Но 80-е и 90-е годы Япония. Это серьезные такие вещи. И в комиссионном магазине покупаешь за 50 тысяч рублей за 60. Проигрыватель. Неплохо. А то мне сообщили, я тут забегал. Мне сказали, что до 300 тысяч они все одинаковые. Да. А вот с 300 начинаются нормально. Это любят продавцы музыкальных магазинов. Перебор какой-то. Такую ахинею нести. Продавцы музыкальных магазинов, это же вообще отдельная каста. Это страшные люди. Я их боюсь. Приходишь, они все важные. Такое ощущение, как будто они все получают от 900 тысяч в месяц. Я бы сказал. Вид у них и такой примерно. Настолько примерно. Любой продавец музыкального магазина, аппаратуры, они все просто... Я сразу... Извините. Вам что? Извините, что мы к вам обращаемся. Извините, пожалуйста. А можно вот этот усилитель? Это итальянский усилитель. И начинается дальше перечисление параметров. Извините, я пойду домой. Прости. И это с Советского Союза еще идет. Потому, что я помню, что в Советском Союзе приходишь в магазин музыкальный. Там стоит такой принц крови. Начинает втирать что-нибудь про молокофон. Маяк тебе. Особенно на разъезде. Помнишь, этот клоповник был? И сейчас есть такое желтое здание. Где сейчас? Мус. Мусторг. А с другой стороны, с обратной... Не со стороны Марата, а оттуда. Там был комиссионный магазин. А я ходил на загородный. У меня там был культуристический кружок. Я штанги поднимал. А по дороге я всегда заходил посмотреть на аппаратуру. Ну, там настолько серьезные продавцы были. Я не знаю. Святой Петр у врат рая отдыхает. Мое любимое. Как-то был я в Ташкенте. Пошел на рынок. А там ходит узбекский дяденька. Именно дяденька. И носит на руке джинсы. Рэнглер. Как тогда у нас называлось? Вранглер. Вранглер. Я к нему подхожу и вежливо осведомляюсь. Сколько стоит. Он меня так смирив. Взглядом с головы до пят. Для тебя дорого. И пошел. Отлично. Я такое люблю. То же самое в музыкальных магазинах. Тоже та же самая история. И ты весь облитый сушаток говно. Втирают что-то. Начинают про музыку что-то говорить. Это совсем страшная вещь. Потом выясняется, что этот принц крови, который тебе продает самый лучший в мире проигрыватель. И видит, что явно я его не куплю. Потому, что я абсос и денег у меня не хватит. У меня нет 600 тысяч рублей для того, чтобы купить вот это говно, которое он мне втирает. Оказывается, он там любитель группы Смоки и Баккара. И слушает дома на каком-то там... У него явно ничего этого нет. Чем он торгует. Что у него дома стоит неведомо. Какая-нибудь хрень. Он тоже говорит, что я ее довел сам. Я ее сам довел. Мне там мастер сделал. И у меня там все звучит. Иди... Иди звучи. Иди звучи. Вот. Поэтому... Как говорил Макаревич в свое время о водке... Я проведу параллель. Что дорогая водка не факт, что она самая лучшая. Вот. Поэтому дорогой проигрыватель не факт, что он лучше, чем тот, который мы купили в комиссионке за 50 тысяч. Про водку вообще не могу не сказать. Вот теперь, когда разрешили самогоноварение, образовалась масса граждан, которые гонят спирт. Из спирта делают водку. Вот у меня двое друзей водку делают. Я тебя уверяю. Таких в магазине не... Вообще... Они ее постоянно таскают на анализы. Там какие-то эти... Спектра, хрома, чего-то там. И та, которая дорогая, она всегда хуже. Чем то, что они делают из своих самогонных аппаратов. И нервно-паралитические качества высочайшие. Похмелье слабее просто в десять раз. Ну, неважно себя чувствуешь. Но вот этого, знаешь, как от дорогой водки не бывает. Есть он, Эльци. А Макаревич... Там можно по-разному к нему относиться. Но в плане алкоголя он большой специалист. Я это знаю. Ты знаешь, меня с молодости... Я, поскольку в пролетариях работал, то все время был вынужден трудиться с, мягко говоря, странными персонажами. Там алкоголики, негодяи, идиоты откровенные. Ну, вот он алкоголик, негодяй и идиот. А делать все умеет. Лучше меня. А я-то умный, как ты понимаешь. Я-то вообще... Там песни Влад Зеппелин знаю наизусть. А он нет. Он вообще не знает, что это такое. Он вообще дебил по жизни. Но руками делает такое, что тебе в жизнь не повторять. Это смиряет гордыню. Не выпендривайся. Даже если тебе человек не нравится, массу вещей он делает просто замечательно. Надо прислушаться. Да. И вот, Макаревич, в водке разбираются очень хорошо. Во всем остальном мы посмотрим. У каждого свои предпочтения. А вот то, что касается водки. Книжка «Занимательная наркология» Макаревич. Это... Полезная. Лучшее, что он создал за всю свою жизнь. Молодец. Если бы он ничего больше не делал. Ни в музыке, нигде. Ни в живописи. А написал бы «Занимательную наркологию» уже достоин. Но мне когда-то... Я уже не помню. Мы с тобой за столом обсуждали. В частной обстановке. Мне когда первый раз попалась его книжка под названием «Сам овца» или... А может, я путаю. Ну, где он там про жизнь и деятельность своей группы рассказывал. Меня очень сильно удивило. Очень сильно. Вот ни про кого. Ни одного плохого слова не сказано. Как-то так все. Как это у нас говорят? Интеллигентно. Ну, он... По-доброму. Нормально. Туда-сюда. Зато потом попалась книжка «Пилети под городецкого машины с евреями». Там я как на службу попал. Какие все мрази. Ну, так вот. Да. Собственно говоря. И... Пришли мы к известнейшей в нашей стране краудроковой группе... Крафтверк. Крафтверк. Да. Прелести которой, надо сказать, я до сих пор не оценил. Хотя... Люди любят очень сильно. Люди любят очень сильно. Computer world. Pocket calculator. Numbers. Computer world 2. Computer love. Home computer. It's more fun to compute. Да. Надо сказать, что краудрокеры немецкие, вот эти самые музыканты, они в отличие от большинства английских и американских, они все такие с консерваторским образованием в большинстве своем. Серьезные люди. И почему крафтверк ушли в этот технопоп в результате, мне совершенно непонятно. Потому, что... Ну, я в жизни никогда не поверю, что ради денег они стали писать вот эти технопоповые штуки. Последние альбомы, я имею в виду, не эти, которые я принес. Эти еще ничего. Эти такие экспериментальные. И автобан. Очень хорошая пластинка, которой у меня тоже нет. Почему-то. Старенькие. Еще эти штуки. Да, да, да. Они оказались абсолютно без... Видимо, в голове у них какой-то свой идет поиск. Вот этот в сторону технопопа. Хотя мне он непонятен. Но я им верю. Потому, что люди, которые... Все окончили консерватории и другие высшие музыкальные учебные заведения. Что-то у них в голове есть. Наверное. В эту сторону. И что-то там... Помнишь раньше? Да, да, да. И что-то там серьезное, конечно, происходит в музыкальных поисках. Вот. Но мне этого не постичь. Вот этой молодежной абсолютно технопоповой штуки. Не от того, что я не молод. А от того, что это слишком уж как-то однообразно и неинтересно мне. Если бы мне было сейчас там 16 лет, я бы тоже, наверное, такую музыку не слушал. Не такую. Не эту. Нет. Вот я имею в виду поздние альбомы... Человек в машине. Да. Я имею в виду поздние альбомы Крафтерка, которые совсем уже такие. Просто какие-то непонятные. Равно как и концерты их последние тоже не впечатляют. А вот эти вот самые De Robots и прочее... Это же какой-то... Вот как раз я их по телевизору видел. Это у нас 78-й год еще. То есть, эта новация, конечно, была невероятная. И Metropolis, и... Многие знают по исполнению группы Rammstein. Это очень кайфовые пластинки. Действительно. И вот они... Очень хорошие. Они у меня в коллекции стоят. Я их даже иногда слушаю. Нет-нет. Нет-нет. Да послушаю. Потому, что действительно очень интересно и очень концептуально, я бы сказал. То есть, такая завораживающая штука. С очень хорошим звуком. Очень качественно записано. Прекрасный продюсер у них был. Очень хорошо звучит. А это радиоактивити, оно даже раньше, по-моему, чем человек машина вышла. Тут тонкая игра слов. Радиация. Это по-русски вообще излучение. Ну, точно так же, как и радио. По всей видимости. Про радио не очень хорошо понимаю. Но радиоактивность. С одной стороны про радиоактивность. А с другой стороны активность по радио. Деятельность по радио. Счетчик Гейгера. Радиоактивность... Транзистор. Радио страна. Воздушные волны. Голос энергии. Ну, эта штука... На самом деле, они опередили рок-музыку очень сильно. Крафтверк. А также... Ом. Суит Ом. Потому, что и Дэвид Боу, и Брайан Инна, и куча английских музыкантов, американских. Подсели на Крафтверк. Подсели на эту штуку. Стали использовать приемы Крафтверк в своих альбомах в полный рост. Я же не говорю о том, что целые несколько направлений выросло современной музыки из Крафтверка. Круто. Слушай. Хотя первые три альбомы даже Крафтверк, первые три, их на виниле вообще... Я видел один раз и не купил по непонятной причине совершенно. А почему? То ли у меня денег не было, то ли что-то. Я мимо магазина проходил. И они явно были какие-то пиратские. Потому, что на компакт-дисках они есть. В сети они наверняка есть. Хотя я их не искал в сети специально. Компакт-диски слушал. Это 70-й, 72-й, 73-й год. Крафтверк-1, Крафтверк-2 и Ральф энд Флориан. Три альбома. Они совершенно другие вообще. Ты не слышал их? Первые три Крафтверка? Нет. Это гитара, флейта, ударные. Совсем другое. И всякие непонятные звуки. Тоже электронные, электрические. Ну, такие... Из говна и палок сделанные. Извините за идиотский вопрос. А группа Depeche Mode оттуда не черпала? Там же тоже есть специфические музыки. Все оттуда черпали. Весь электропоп оттуда и вырос. Он черпал. Из этой музыки. А первые три альбома... Это же тоже консерваторские парни. Крафтверк. Это же не пальцем деланные ребята. И первые три альбома... Они играли совершенно какую-то такую... Психоделическую странную музыку. С флейтой. Очень сильные. Очень интересные. И тоже такую... Повторяющиеся такие фразы. Опять слово завораживающее. Я использую очень часто сегодня. Но тем не менее. И вот я очень советую найти первые три пластинки. Которых на виниле я не могу найти нигде. Они их... Где-то я что-то слышал или читал. Они их ненавидят. И они их не издают. Потому, что... А, эти старые пластинки. Да. Потому, что мы другие. Мы крафтверк. Мы такие... Вот отсюда началось. Да. И началось вот это. А вот то, что было до... Хотя до было безумно интересно. Эти парни из консерватории вдруг начали шизовать. В детстве у меня была любимая книжка братьев Стругацких. Страна багровых туч. Как советские люди полетели штурмовать Венеру. Там подвиги свершения туда-сюда трали-вали. Вдруг грянула перестройка. И выпустили, по-моему, двенадцатитомник. А там этой книги нет. Я впал в крайнее недоумение. Все скупив. Как же так? Спросили братьев. Тогда интернета еще не было. Считаем книжку. Плохой. Не очень удачная. Задохнулся от злобы. Лучшая книга моего детства. Помнишь фильм Советский? Страна багровых туч. Планета бурь. Да. Оттуда тоже все черпали. Ведрами и экскаваторами. Эти скафандры. Я обожаю этот фильм. Я его смотрел, когда мне было лет семь, наверное, или восемь первый раз. Впечатляет. Недавно пересмотрел по телевизору. Случайно его показывали в какой-то ретро-программе. Полный кайф, конечно. А я не знаю. Он имеет отношение даже к стране багровых туч? Нет. Он до того. Ну, похоже. Та же Марина. Ну, в общем-то, это же все покорение космоса. Советский Союз. Это же там настолько идея была. А сейчас даже непонятно. А что там делать? Ну, кроме как науки. А что там делать вообще? Туристов возить. Это они нам рассказывают. Здесь у них дети с голоду дохнут. А тут они в космос летают. Чисто приколоться. Что там за 200 миллионов посмотреть с орбиты. Смешно. Всегда. Ну, так к краудроку вернемся. Я не принес сегодня кучу пластинок величайшей группы краудрока под названием Кэн. 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 Которые у меня есть. Но это отдельная история вообще. На Си или на Ка? Си. На Си. Как консерва. Или как мочь. Как Кэн. Си. Кэн. Да. Это отдельная история. И надо о них говорить совершенно... Опять-таки, повторюсь. Отдельно. И долго. И много. Потому, что там масса всего. И это... И только стоя. И в фуражках. Да. Да. И... Складись. Складись. При этом... Ну, не принес я их сегодня. Потому, что я их очень сильно люблю. И много про них могу чего рассказать. И они влияние оказали, может быть, и посильнее, чем Крафтверк даже. Но на другую сторону музыки. Потому, что Крафтверк это электронщина. Чисто электропоп такой пошел уже дальше. А Кэн это уже всяческие штуки живые. Такие живые, но поинтереснее, на мой взгляд, чем Крафтверк. Это вот самый главный для меня крауд-рок. Если говорить о крауд-роке. Это самая такая история. Серьезная. В Советском Союзе крауд-рок почему-то как-то был не шибко востребован. И самые кайфовые пластинки, с которыми я познакомился. И не только я. Все наши меломаны. Ну, те, кого я знал. Я знал многих. И знаю. В основном тяга пошла почему-то из Сибири. На эту музыку. Новосибирск. Челябинск. Красноярск. Тот же. Екатеринбург. Сверловск. В смысле. Приезжали на толчок люди и скупали вот эти пластинки, которые случайно появлялись у наших меломанов. Никто не понимал, что это такое. Потому, что в Петербурге любили более... Все-таки в массах любили более такую музыку традиционную. И все серьезные такие вещи. Поиски серьезной музыки. Какой-то интересной и продвинутой. Заканчивались на Кинг Римсон примерно. То есть, дальше Кинг Римсон уже никто не лез. Кинг Римсон. Все. Я умный. Я слушаю Кинг Римсон. Хотя за Кинг Римсоном были бездны и бездны. И вот почему-то люди из Свердловска приезжали и говорили, что есть у вас там попа львух. Или есть у вас там эмбрио. Что это такое? Мы не знаем. И только потом уже как-то стали врубаться в эмбрио. Например. Эмбрио название группы. Опал название альбома. Это как раз крауд не синтезаторно-электронный. Это настоящий крауд. Это настоящая живая группа, которая играет смесь джаза. Хотя джаза в классическом понимании джаза Дуда к тому как бы и нет. Даже не знаю, как объяснить. Это рок. Импровизационный. Тоже закрученный в эхо от Терри Райли идет. Все-таки оно звучит везде. Во всем крауд-роке призрак Терри Райли присутствует. В большей или меньшей степени. Но безумное погружение такое импровизационное. Разные живые инструменты. И этнические всякие штуки. И современные. И экскурсы в классическую европейскую музыку. И все здесь длинно, много, интересно, разнообразно. И очень свободно. Очень свободные такие импровизации. А лучшая импровизация, как ты знаешь, это отрепетированная дома импровизация. И здесь явно играются отрепетированные дома импровизации. Которые гораздо интереснее, чем импровизации. По мне. Это мой убогий взгляд. Гораздо интереснее, чем импровизации хард-роковые. С рванием рубахи на груди. И прочее. И мой любимый Джимми Пейдж играл импровизации как раз ближе вот сюда, чем ближе к каким-то классическим вайтснейкам. Срочно стереть ролик за упоминание. Собственно говоря, и Пейдж, и Плант уходили в разные периоды времени. В разных альбомах уходили в сторону свободной музыки. Свободной импровизации. Свободного музицирования. С использованием разных культур. Всех народов. Очень широкий взгляд на музыку. Не узкий. Во всех книжках они непрерывно болтались куда-то в Марокко. Там какие-то местные музыканты. Что-то они там такое играют. Их там так штырило. Так им это нравилось. Начиная от Битлз и Роллинг Стоун. Собственно говоря, все эти восточные дела пошли. У Битлз в меньшей степени. Несмотря на то, что как бы говорят там Джордж Харрисон. Джордж Харрисон... Осваивал ситар. Он осваивал, да. И на этой штуке он конечно сильно погорел. На самом деле в плане своей мозговой деятельности. Мне много рассказывали люди разные, живущие в Америке. Там про Харрисона. Что не так-то он прост. И не так-то все у него в порядке было с головой. В этой связи с погружением в индийскую философию. И при кажущейся доброте и открытости. И такой вот мягкости весьма попсовых песнях. Которые он писал уже в последние годы на последних альбомах. Он был человеком достаточно жестким, суровым, мрачным. И даже в некоторой степени опасным. Потому что он погрузился настолько в свою вот эту индийскую сектанскую, я бы сказал, историю. Что он мог в некоторой степени влиять даже на собеседника. И влиять достаточно нехорошо. Если его кто-то обидит. Он мог повлиять так, что у человека начинала болеть голова на протяжении трех суток. Что было с одним продавцом компакт-дисков на Брайтоне. Документальная история. Мне рассказывал свидетель этой штуки. Мой очень близкий друг. Живущий в Америке. В Нью-Джерси. Человек продавал компакт-диски. Пиратские. На Брайтоне. На лотке. Проезжает машина. Очень дорогая. Выходит Джордж Харрисон из нее. Останавливается. Выходит Джордж Харрисон с телохранителем. Подходит к этому лотку и просит найти какой-то диск Битлз пиратский. Который официально нигде не издался. Ну, какой-то сборник левый. Вот. И этот паренек продавец что-то ему сказал не то. Неуважительно. Ну, что-то такое сказал не то. Про Битлз и про Харрисона в частности. Слушайте всякое говно. Ну, что-то такое. И Харрисон так на него посмотрел. Что паренек просто вырубился на трое суток после этого. Это правда. Это не выдумка. Это чистая правда. Ну, точно. Он не вырубился. Не упал замертво. Но мучился головой потом серьезно. Гипноз. Не гипноз. Не знаю. Ну, скорее всего, что это какой-то элемент гипноза был. И сказал, что Харрисон выглядел достаточно страшно. То есть, не агрессивно. Ну, какая-то, говорит, такая чернота из него просто полилась из его глаз. Что, говорит, так... Нехорошо. У нас головка заболела у паренька. Ты, кстати, извини, перебью. Тут гражданин Питер Джексон, который «Властелин колец» заснял, сбацал трехсерийный фильм под названием «Get Back». Знаем. Не посмотрел? Я только полтора часа одолел. Очень круто. Ну, посмотрите. Как любителю в обязательнейшем порядке. Там вроде у них девять часов было записано. Я не любитель. Я фанат вообще. Я маньяк. Я скромный. Я поэтому про Битлса не рассказываю ничего. Там такое вообще... Как мы тут побринчим. Как мы тут сыграем. Как вот это. Как вот то. Там буквально процесс сочинения песни. Просто вот... Я про Битлса ничего не рассказываю. Потому, что я маньяк, фанат. И я очень болезненно все это воспринимаю. Очень круто. В частности, всю критику, которая на меня польется после рассказа про Битлс. Посмотри фильм. Я обожаю эту музыку. Замечательно. Я считаю, что это лучшая музыка, написанная в 20 веке. И что весь рок вырос из Битлс. Я в этом убежден. Там есть, конечно, некоторые отрицательные моменты. Например, постоянное присутствие гражданки Йоко Оно. Йоко Оно очень кайфовое. Я ее не очень. Она меня раздражает. Она явно там портит. Столько повел. Повел всех там. Парни. Парни. Ну, давайте там... По-моему, ты хочешь быть главным. Да не главным. Я вот про музыку. Туда-сюда. Ну, давайте. Ну, там уже все это на грани развала практически. Поэтому так. Ну, очень интересно. Очень. Посмотри обязательно. Я сидел только слезы утирал. Джон Леннон сказал же в свое время, когда его спросили на раннем этапе, как вы думаете, сколько просуществует группы Битлс? Он сказал пять лет. Ну, чуть дольше просуществовали. В общем. Сколько? Семь, да, по-моему. Получилось. Семь-восемь условно там с натяжкой. Грубо говоря, там с 63-го? Нет. Я не помню. До 70-го. Да. Он сразу сказал. С самого начала. Говорит. Ну, пять лет где-то. Ну, кто же знал, что так жахнет? Да. А что жахнет? Там ничего не жахнуло. Просто перестали играть. И все. Нет. Я имею в виду такой эффект на всем. Вы заметили. Так круто получится. А ты его диски... Это уж мы совсем там в сторону отъехали. Леннона как такового отдельные... Я... Давай в следующий раз мы про Леннона поговорим. Принесу. Леннона и про Леннона мы будем рассуждать. А сейчас вот я хочу познакомить любителей крауд-рока с группой Agitation Free. Например. Это то же самое, что Embryo. Только больше в сторону традиционного рока. Хотя традиционного рока здесь нет совсем. Здесь гитарной импровизации. Длиннейшие, интереснейшие и кайфовые. Но в сторону рока я сказал исключительно потому, что здесь очень много электрогитары, на которой висит вся музыка. Agitation Free. Да. Это... Кто не в курсе. Как агитация, так и ажитация. То есть, это и возбуждение, и агитация. Это бесплатное возбуждение, по всей видимости. Да. А мне казалось, что это... Что это переводится как нет агитации. Что не агитируем. А можно и так. Agitation Free. Ну... Ты понимаешь. Название в тебе должно породить... Такую многосмысленность. Блин. Не агитируем. Да. Ни за что не агитируем. И не возбуждаем. Да. Интересно. Я... Такое я даже не знаю. Это гитарные дела. Это классическое известнейшее там. Там. И там, и там. И в Англии, и в Америке. И везде. Только не у нас. Вот. Agitation Free. Прекрасный гитарист. Майк Ротер. Инструментальные альбомы у него вышли. У него их вышло штук пять. По-моему. У меня один. Всего. Он играл в группе Нью. Которая пишет как Нео. По-немецки. Ной. Вот. Нью... Это... Ну, это по влиятельности... Это группа равная Кен и Крафтверк. Наверное. Это тоже такие минималисты. С прекрасным классическим образованием. Играющие очень странную, непонятную никому. Абсолютно новую музыку. А Ротер оттуда ушел в какой-то момент времени. И стал играть инструментальную музыку. Свою собственную гитарную. Характерную тем, что она очень проста для восприятия. Но очень сложна концептуально. То есть, ставишь эту пластинку, кажется, ну, такая мелодичная, хорошая электрогитарная музыка. Там столько слоев гитар накладывается сверху. Что просто в них как-то так вязнешь. Сколько здесь гитар. Как он играет. Все это вообще чисто, здорово, красиво. То есть, такой... Очень концептуальный гитаризм. Я бы сказал. Я слушаю эту кайфовую гитарную музыку. И она для восприятия... То есть, она не грузит. Она не... Кажется так, что никаких здесь нет поисков. Никаких попыток удивить. Раздражить. Или что-то такое. Но она настолько внутри себя какая-то цельная и умная. Никаких запилов, квакушек. Ничего такого. Ингви Мальмстин. Не заинтересовался. Если мне нужно будет выбирать между Мальмстином и Ротором, конечно, я скажу. Вот это все... Квартоли его. Чем он отличается от большинства гитаристов. Что... Не триолями, а квартолями я играю. Ну, и... Хорошо. Нашел свою коричневую ноту. Хорошо. Да. Молодец. Квартоли. Вот интересная очень штука. Под названием... Brain Ticket. Два альбома здесь в одном. По-моему, 1971-1972 год. Первый и второй. Обложки. Обложка и первого альбома, и второго. Смешно. Это надо понимать. Кишки или кишки... Ну, это... Это уже... Это за гранью добра и зла произведение. Хотя это не чисто немецкий состав. Это... Немец. Итальянец. Кто-то еще. Не австриец. В общем, такой... Интернациональный коллектив. Но базировался в Германии. Собственно говоря... Краутрок. Краутрокович. Краутроков. Безумие абсолютно полное. Гитарные импровизации. Повторение вот этих самых музыкальных фраз бесконечных. На одном рифе люди зависают и висят минут двадцать сверху. Крики. Вопли. Синтезаторные штуки. Барабанные сбивки. И прочее. И прочее. И аудитория делится ровно пополам. Чувствую очень сильно. Не для всех. Да. Причем аудитория тех, кто любит краутрок и любит психоделическую музыку. Одни считают это... Эти пластинки одной из вершин вообще психоделической музыки. В мире. Что лучше... Не бывает. Лучше не бывает. Пять лучших альбомов психоделической музыки. А другие говорят, что это полный фейк вообще. И ребята просто сели на конька психоделической немецкой краут музыки и записали какую-то хрень полную. И то, и другое правда. Ну, это в разрезе нравится, не нравится. Послушать рекомендую. Конечно очень. Потому, что эта история, это действительно такая... Не скажу, что всколыхнувшая мир пластинка, но всколыхнувшая умами меломанов, безусловно. Потому, что вообще непонятно, что это вдруг зафигачили такую историю безумную. Безумную очень. Тем, кто любит безумную музыку, брейн-тикет как раз туда. 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 Что там у нас дальше? Попа Львух. Дальше у нас это первый альбом. Это группа называется? Попа Львух. Да. Это группа называется Попа Львух. Знаешь, что такое? Попа Львух. Ну, это что-то ацтекско-майянское... Ацтекско-майянское... Такая Библия не Библия, но... Текст. Текст. Священный текст о рождении человека и человечества. Аффенштунде. Вечерний час, по-моему. Это, по-моему, нет. А может быть и да. Не знаю. Не знаю. Но... Хотя Аффен на обезьяну похоже. Не помню. Надо изучать. Спокойно. Флориан Фрике. Здесь главный человек. И, собственно говоря, на нем вся группа и держится. У них достаточно много пластинок. Но они настолько сложные для моего убогого сознания, что я их не могу постичь. Первый альбом мне очень нравится. Потому, что я его прочувствовал и понял. Он очень интересный. Это синтезатор с массой живой перкуссии. Сверху наложенный. Очень интересная штука. Просто-таки рекомендую. Первый популевух. Флориан Фрике. Он потом пошел в какие-то уже неведомые симфонические и далее писал саундтреки. Под названием популевух для фильмов Герцога. Херцога. Его же. У него три или четыре саундтрека есть. И масса пластинок популевух помимо саундтреков. Но они какие-то совсем уже с григорианскими хоралами. Там с какими-то оркестрами сложнейшие. И мне это как-то... Я понимаю, что это очень умно. Очень серьезно. И очень, наверное, хорошо. Возможно. Но уже не для всех. Но совершенно непонятно для меня. Убогого любителя группы Кэн и Битлз. Наверное, это очень круто. Но первый альбом очень хороший. На мой взгляд. Опять-таки. Даже не слышал про какой-то. Ну, это вечерняя. Ты был прав. Да. Это вечерняя музыка. С утра ее слушать не стоит. Потому, что день на смарку. Все. Ложись спать. И все. И до свидания. Ну, разве что день можно продолжить пластинкой группы Битвин. Замечательная. Которая абсолютно в духе первого альбома популевух. Ну, с более восточными мотивами. Most exotic and beautiful opus. Да. Абсолютно. Абсолютно. Что дронен, то дронен. Здесь дронен в полный рост присутствует. Вот это вот зависание на одном аккорде. На одной ноте. Но не скучное. Но очень не скучное. С восточными, как я уже говорил, такими экскурсами. Живые инструменты. Опять-таки все играют очень здорово. Очень хорошо. Все на месте. И очень странно, что эта группа в нашей стране как-то не шибко известна даже среди тех, кто любит и популевух, и Аман Дюл, и прочее. Битвин. Это потому, что ты ролики не записываешь. Никто их знает. Главный человек здесь, если кому интересно, его зовут Питер Хэмилл. Но не тот Питер Хэмилл, который в андерграф-генератор. А другой Питер Хэмилл? Ну, вот почитай. Там Питер Хэмилл главный. Главишный. Это другой Питер Хэмилл. Я, ты знаешь, применительно к музыке. Мне как-то на ум, кроме небезызвестного Артемия Троицкого, никто и на ум-то не идет. Ну, вот он один когда-то был. Но то, про что он рассказывает, мне, как правило, сильно не нравилось. Я уж это... Ну, он про чего рассказывал? А больше нет. Ничего. Он перестал рассказывать в последнее время. Он про другое сейчас рассказывает. Совершенно неинтересно. Как и все, наверное, двинулся в политику. А это неинтересно никому вообще. Мне очень смешно, когда люди начинают двигаться в политику. Те, которые на политику не влияют никак, ничем. Им кажется наоборот. Это, ты знаешь, когда-то в нашем любимом... В нашем любимом журнале «Ровесник» было отличное интервью с продюсером группы ABBA. С неким Стигом Андерсоном. Где ему там задавали вопрос. А что у вас такая безумная популярность группы ABBA? А никаких мега-социальных текстов нет. Почему? Там у вас проблемы негритянских детей и Белфаста не волнуют? Нет. На что Стиг Андерсон сказал. Как только откроешь рот про политику, половина аудитории отвалится. Мы, в общем-то, деньги зарабатываем. Поэтому у нас песни только про любовь. Потому, что деньги мани, мани, мани. Да, да. Которые слушают все. Не надо туда лезть. Артемия я очень люблю. Мы с ним дружим с 1978 года. С Троицким. Про политику я с ним вообще никогда не разговариваю. У нас масса общих воспоминаний прекрасных. Про прогулки по Москве. Про первые концерты, которые он устраивал. Он же, в общем, являлся фундаментом и группы аквариума, и группы кино, и странных игр, и зоопарка. Надо же. Ну, первые концерты устраивал Артемий. Если бы он их не устраивал, их бы устраивал кто-то другой. Безусловно. Конечно, аквариум бы никуда не делся, если бы не было Артемия Троицкого. И кино бы никуда не делось. И были бы эти группы. Но исторический факт, что устраивал он. Никуда назад не повернешь. Так что я ему очень благодарен за многое. Но про политику я с ним не разговариваю. Да и правильно. И мы не будем. У меня не совсем, скажем так, взгляды совпадают с ним. Это же тоже дело индивидуальное, как мы понимаем. Там в массе вещей можешь не то, что не пересекаться, а вообще расходиться. И, в общем-то, с тех пор... Помнишь, как раньше смешно было, когда про англичан, американцев. А у них не принято про политику говорить. Вот только с очень-очень близкими людьми. Так, в общем-то, не сразу понятно, почему. Потому, что ты внезапно оказываешься на диаметрально противоположных точках. И здесь надо уже вцепиться друг другу в горло. Бить морды и прочее. И прочее. Ну, естественно, не надо про такое говорить. Поэтому... Как Комерикосов. Вот спроси политика про отношения к абортам. И ты считай его похоронил. Потому, что, что бы он ни сказал, половина сразу будет про Родинг Мэлли. Поэтому про такое спрашивать нельзя. Вот. Очень интересная команда и очень интересные две пластинки. Группы Бирс Контрол. Контроль за рождаемостью. Да. Бирс Контрол. С одной стороны, вот эти две пластинки Бирс Контрол. Они чрезвычайно кайфовые. Потому, что для тех, кто любит традиционный британский, хотя здесь поют на немецком, арт-рок, так называемый, это просто подарок судьбы. Это настоящий такой красивый арт-рок немецкий. Но очень похож на британский. Что, на мой взгляд, плохо. Потому, что Burst Control они начинали и продолжали потом как чисто немецкий крауд. Такой коллектив жесткий. Вообще, крауд отличается еще и помимо этих импровизационных полетов и восточных экскурсов. Музыка достаточно жесткая. Достаточно немецкая, грубоватая, жесткая, тяжелая. Смурная. Включая все пластинки, которые мы сейчас просмотрели. Несмотря на акустические импровизации, флейты. Все равно немецкая жесткость. Сумрак мюнхенский, гамбургский присутствует. И у Burst Control как раз пластинки именно такие и были все. Чистый крауд. И вдруг два альбома таких арт-роковых, красивейших. Прямо тут тебе ест, дженесис. Все на эту же полку. Это для тех, кто любит арт-рок и интересуется крауд-роком. Пожалуйста. И такое есть. Но зато вот парни под названием Гробшнит. Даже не знаю, что это такое. Гробшнит. Играют до сих пор. Очень известная там опять-таки команда. И пластинки у них тоже достаточно разные. Вот эта история. Поздние их альбомы вообще не интересные. У меня они есть. Я по инерции их тоже купил. Несколько штук. Уже там двухтысячных годов. Там такой обычный, совершенно обыкновенный, тяжелый, красивый синтезаторно-гитарный рок. Такой. Ну, рок и рок. Этого рока я слышал. И имею миллион альбомов. А вот эта пластинка, это примерно туда к брейн-тикет. Примерно туда же. К этому сумасшедшему альбому. На одну полку с ним, наверное, вот это ставится. Гитарная импровизация. Полное безумие. Очень длинно все. Бесконечно. Гитарно. Свободно. Скажем так. Я, с твоего позволения, что такое Группшнит? Меня... Группшнит? Я не знаю до сих пор, что такое Группшнит. У нас тут интернет наладили. Хера не показывает. Задрала уже. Но и Группшнит тоже не выдержали вот этой своей психоделической гитарной истории. И есть у них и арт-роковое тоже. Вот такое полотно с дизайном Роджера Дина. Всеми нами любимого. Да-да-да. Который оформлял и Ес, и Юрая Хип, в том числе, и Осибису, и Баджи. И кого он только не оформлял. Но это чистый Роджер Дин. Это вот такая история. Ну и музыка соответствующая тоже. Красиво. Такая же вот Е-сообразная, утяжеленная правда. Все-таки это немцы. Утяжеленная такая история гитарная. Достаточно ревущая. Но вот уже такая в сторону, которая называется как у всех. Мы тоже рок-музыканты прогрессивные. И пластинки наши тоже Роджер Дин оформляет. Тоже нас покупайте, потому что мы умеем и так играть. Мы не просто психуем на сцене с гитарами, а мы вот и красиво можем. Все с кликухами. Эрок, Рупо, то есть Лупо, Мист, Попо, Вильдшвайн, то есть Дикая Свинья. Кабан, видимо, подразумевается. Вокалист, Вильдшвайн. Ну, Дикая Свинья еще ладно. Вот группа Black Flag, например, американская. Там был период, там менялись вокалисты у них много раз. И одного из вокалистов звали Чава Пидераст. На обложке так написано. Ну, я подозреваю, что его звали Рон Райдер, на самом деле. Но на обложке написали Чава Пидераст. Бросили вокал. При этом это панк-рок такой отвязанный. Там неудивительно. Безбашенный. Совершенно хардкор. А меня зовут Говно. А меня зовут Чава Пидераст. Как примерно Джонни Роттон. Джонни тухлый. Ваня тухлый, по-нашему. Тухлый смешнее. Ну, и подбираемся мы к последнему на сегодняшний день. Коллективу под названием Амон Дюл 2. Слышал? Ну, вероятно, что-то в эту сторону. Боюсь соврать. Грачи прилетели при таком названии. Что это? Ну, грачи прилетели. Это очень кайфовый коллектив. Один из любимых. Для меня, наверное, номер два после Кэн. Хотя я могу слушать только первые четыре пластинки у них. У них их достаточно много. И после первых четырех они тоже стали играть, как все. Хорошо, круто. Все такой. Как бы арт-рок. Как бы рок. Тяжелый, легкий. Арт. Сложный. Но абсолютно как у всех. А если выбирать из серии, как у всех, то я выберу Yes и Genesis, конечно, и Кинг Кримсон, чем поздние альбомы Аман Дюл 2. А первые четыре фантастические совершенно. Это команда, она у меня ассоциируется с английской группой Хоквинд. Потому, что выросла из такой хиповской коммуны. Абсолютно свободное такое музицирование. Жизнь в коммуне. Все общее. Все здорово. При этом все очень хорошо умели играть. И продолжали учиться играть всю свою жизнь. И играли изначально очень хорошо все. Такое бывает. Бывает, что даже в хиповских коммунах люди хорошо играют. И умеют, да. Что не часто случается, конечно. Но, тем не менее, это одна из этих историй. И фауздей, это первая пластинка, когда ее ставишь, кажется, что она абсолютно не структурирована музыкально. То есть, какой-то навал звуков. Все что-то играют такое. Ну, хорошо. Ну, психедерическое. Да, сейчас послушаем. Да, такое. Все такое. Непонятное. А потом вдруг выстраивается полотно музыкальное. Структурируется. И понятно, что эта импровизация дома отрепетирована. Отрепетирована очень хорошо. И в конце уже начинаются хоралы какие-то. Уже все, так сказать, все уже серьезно и умно. И очень круто. Очень здорово. То есть, если... Я, как обычно, про слова. Фауздей, это как опусдей. Есть такое, да. Странно. Песня. Это как хороший, плохой, злой. То есть, хороший, красивый. Люцифер с гелием. Не знаю, кто такой. А вот Генриетте. Крюттен. Шванс. Крюттен. Это жаба. А шванс это половой орган. Жабей, что ли? А при чем тут Генриетте? Это у нее отрос жабей, что ли? Ох, непростые парни. Ох, непростые. Очень сильно все сыграно. Очень сильно. Абсолютно не похоже. Вот в чем кайф, что как и у Кен. Абсолютно не похоже на англо-американский рок вообще никак. Хотя тоже там и Тень Грэдфул Дэд присутствует в силу вот этой спонтанной, якобы спонтанной групповой импровизации. Вот не солирующей импровизации, когда все играют риф. Да, там гитаристы начинают. А они импровизируют все вместе, что правильно. Вообще и сложно достаточно. Но абсолютно не похоже на англо-американский рок. Совершенно другое направление музыки. Очень интересно. Очень советую послушать. Очень здорово. Ну, главный альбом, конечно, второй у них. Вот этот. Под названием Йети. Двойник. Главное произведение. Тринадцатиминутное. Соуп Шоп. Соуп Шоп Рок. Это просто достаточно первую песню услышать. Вот эту Соуп Шоп Рок. И понятие, что такое Амон Дюл 2, сразу, так сказать, кристаллизуется в голове. Это великолепнейшая песня. Великолепнейший альбом совершенно. С очень кайфовой игрой всех. Начиная от гитариста. А гитарист здесь на всех альбомах Амон Дюл 2. Вообще построение следующее. Что гитара не перегружена нигде. Гитара почти клин, что называется. Но немножко она там подгружена. Чтобы мясо какое-то было все-таки в ней. И в основном это аккордовая игра. Очень кайфовая. Такая очень чистая аккордовая игра. Полутоновые переходы, которые дают мрак и напряжение. Здесь скорее не мрак, скорее напряжение. И тяжесть музыки, она формируется не загруженной гитарой, не ревом гитарным. Таким мясным. А именно этим полутоновым напряжением. Таким общим. И в результате получается, вроде гитара чистая. Вроде она брякает аккордами. А в целом все воспринимается, как будто это хард-рок мощнейший. Такой давящий. Такой настоящий-настоящий. Которого никак не может достичь группы ACDC. Как она не пыжится. Не старается. Как не грузит гитары. Как не грохочет барабанами. Все равно все это какой-то порожняк получается. Но это мое мнение. Так сказать, дурацкое. Тексты даже приводить не буду. У нас бы сейчас за такое всех заарестовали. Вот приведи. Да нет. Интересно. Интересно. В общем, Йети, эта пластинка, конечно... Достойно внимания. Это достойно внимания. И в коллекцию между Кинг Кримсоном, Йес и Джентл Джайант. Ее можно впихнуть спокойно. Она будет на месте. Меня больше всего удивляет. Все время на них написано. Записано в 1970 году. Как давно все было. А звучит, надо сказать, вполне... Песли музыка хорошая. Вполне спокойно. Да, слушаешь сейчас. Ну, и два альбома уже таких для меня опять-таки на излете. Потому, что то, что после них началось, вообще неинтересно. Это вот этот самый... Никак не могу запомнить. Танцдер Леммингс. Танцдер Леммингс? Да. Он вышел в двух вариантах. На немецком и на английском языке. Но на немецком интереснее. Потому, что группа немецкая все-таки. Как-то более естественно все это звучит. Это, в отличие от Йети, уже совсем музыка структурированная. Хотя импровизационные куски достаточно длинные. Но тут уже такие вот песни-песни. Песни-песни. И опять-таки в сторону Great Full Dead здесь они уходят. Хотя пожестче в 10 раз, наверное, чем Great Full Dead играют и поют. Но уже крен в сторону песен. И становится немножко страшно. Что же будет дальше, если ушли в сторону конкретных таких песен. Хотя они длинные, они развернутые, они импровизационные. Но они уже такие куда-то в сторону англо-саксонской истории начинают крениться. Но еще остался дух свободы Йети и Фауздей. Еще здесь все. Еще все хорошо пока. Пока все хорошо. Гром не грянул еще. Но какой-то зорницы уже вдалеке мерцают. Да. В молодости такие названия меня бы впечатлили. В стеклянном саду. Молитва тишине. Короткая остановка в трансильванской мозговой хирургии. Ты чувствуешь? Парализованный рай. Вверхом на облаке. Ну, гром грянул уже, собственно, вот этот карнавал в Вавилоне. Тоже формально все осталось. Формально все Аммандюл 2. Психоделия, импровизации. Все это как бы, да, свобода самовыражения. Но уже совсем музыка пошла уже в сторону то, что я называю, как у всех. Но, так сказать, я бы не советовал с этого альбома начинать слушать Аммандюл 2. Хотя он еще, то, что называется, такой вот на грани, он еще сохранил вот эту всю историю Аммандюл 2. Но по сравнению с Йети, конечно, он, на мой взгляд, никуда не годится. Слаб же, да? Ну, слаб же, но, видимо, более коммерчески, наверное, успешный. Потому что он понятнее. Он понятнее для людей, которые ничего не поняли в Фауздей. Испугались его. А тут так, а, ну, тут песни. Послушаем песню. Попроще, да? Вот. Ну, немецких групп меньше, конечно, чем английских. Наверное. Но их тысячи. Поэтому всех охватить за наши полтора часа... Невозможно. Вряд ли сможем. Тем более сигара у меня догорела. Поэтому, наверное, мы... Ну, как меньше. Если учесть это, как его... Ну, вот Британия, вот Соединенные Штаты. Соединенные Штаты самая богатая страна. Соответственно, там граждане могут развернуться. Большие стадионы, площадки. Собирают много денег. И поэтому англоязычная музыка так жахнула. Не касаясь даже творчества и прочего. Ну, наверное, на родине Баха тоже не идиоты живут. Далеко не идиоты. Далеко не идиоты. Но с немецким языком на большую аудиторию выйти сложно. Это крайне непросто. В общем, на самом деле, если человек не поет на английском языке, он на музыкальный рынок на большой не пробьется никогда. Локальные какие-то, конечно, успехи и продажи пластинок будут. Но недаром все эти группы дублировали практически все свои альбомы на английском языке. Включая там Демократов, включая Омегу тоже, которая на английском языке дублировала свои альбомы. Это венгерская была. Венгерская, да. А то будешь, как Филипп Киркуров. Только в России на русском языке. Ну, иногда на Украину заявляют. Где тебя хотя бы понимают. Да так, да. Но нам-то один хрен. Нам музыку давай. Мне приятнее слушать немецкие группы, поющие на немецком языке. Конечно. Конечно. Но каждый ролик расцениваю как домашнее задание. Есть что послушать, друзья. Начни с Йети, наверное. Преподайте. Интересно, познавательно. Ну, Стас, я надеюсь, все пластинки нам прилепит. Все названия, все видят, что это такое, как это, как правильно искать. Ну, и где покупать, тоже сами найдете. Спасибо, Алексей. Пожалуйста. Приходи еще. Придем. Пока. На сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова